Здравствуйте, в студии Андрей Иванов. Вы смотрите программу «Итоги недели». О самых главных событиях минувшей семидневки вам расскажу я и мои коллеги. На этой неделе стало известно, что призывной возраст планируют повысить с 18 до 21 года, а предельный с 27 до 30. Об этом на итоговой коллегии Минобороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он уточнил, что реформу будут проводить поэтапно. Министр также призвал обеспечить возможность по желанию граждан подписывать контракт с первого дня прихода на службу. Помимо этого, Сергей Шойгу подтвердил, что 1 сентября 2023 года в Иркутске будет открыто Суворовское военное училище. И пока россияне не определились, как относиться к новости о призывном возрасте, следующая информация о минувшей неделе точно находится в позитивном русле. В среду состоялся торжественный запуск Кавыхтинского газоконденсатного месторождения. Экспортные поставки сырья будут проходить по магистральному газопроводу Сила Сибири. Протяженность трубы более 3000 километров. Проектная мощность около 50 миллиардов кубометров газа в год. Старт о работе оборудования по видеосвязи дал президент России Владимир Путин. Также в открытие принял участие губернатор Игорь Кобзев. Сегодня долгожданное событие для страны и для Иркутской области. Сотрудничество с крупнейшей газодобывающей компании России открывает перед Иркутской областью новые возможности, которые позволят решить важные экономические задачи. Это в первую очередь по созданию регионального газохимического комплекса в городах Саянске и Ангарске. Это развитие площадки Усолье Химпром. Программа газификации Иркутской области утверждена до 2025 года. Она предусматривает снабжение населенных пунктов в четырех северных районах при Ангаре. Кроме того, перевод угольных теплоисточников на газ в границах центральной экологической зоны Байкала снизит негативное влияние на экологию. Что касается экологии, об этом ангарчане в числе прочих вопросов спрашивали главу ангарского округа Сергея Петрова, который провел прямую линию с местными жителями. В частности, людей, живущих в старой части города, беспокоит неприятный запах в воздухе. Большая же часть вопросов касалась социально-бытовых проблем. Всего на телефон поступило около 15 обращений. Это вам звонит жительница 32 микрорайона, дом 16. Первый вопрос. Будет ли в нашем микрорайоне построена школа? Да, на сегодня школа запроектирована. Проект находится в экспертизе. Площадка определена. Это прям смежно с детским садом школа будет располагаться. Красноштанов Антон Алексеевич, депутат Госдумы. У него этот вопрос на контроле, поскольку это деньги федеральные, федеральное финансирование. Я с ним постоянно на связи. Он, по крайней мере, меня убеждает, что в следующем году мы начнем осуществлять строительство этой школы. По многим вопросам были даны исчерпывающие разъяснения. Проблемы, которые требуют более тщательной проработки, Сергей Петров взял на личный контроль и пообещал дать соответствующие поручения своим заместителям. И еще о проблемах, которые волнуют жителей города нефтехимиков. Ангарск вновь страдает от нашествия бездомных собак. На сегодняшний день только по официальным данным в округе насчитывается около 300 диких особей. Вопрос их отлова, стерилизации и вакцинации ежегодно поднимается в администрации округа. И, по словам специалистов, одна из проблем – недостаток финансирования. Подробности в материале Кристины Пермиковой. Девушка, укутавшись в теплый шарф, вышла из машины. В сугробе она оставила двух котят. А после со спокойной совестью уехала. Зима, гаражный кооператив и полное отсутствие людей. Для маленьких котят, брошенных на произвол судьбы – это верная смерть. И, к сожалению, этот случай не единичный. Такое происходит повсеместно. И если беззащитным животным удалось выжить, то, скорее всего, они вырастут озлобленными и агрессивными. Бездомные животные – проблема, с которой сталкиваются жители городов и деревень. И везде ее решают по-своему. Кто-то рассыпает отраву во дворах, чтобы сократить численность безнадзорных собак. Другие же открывают приюты, стараясь хоть временно, но помочь четвероногим. Вообще собачки должны жить в своем доме, во дворе. Вот. Нормальные отношения. Сейчас все меньше и меньше. Раньше их было очень много бездомных всяких-всяких. А сейчас уже, да, так, кое-где. А в основном с хозяевами. Ну, они уже чипированы, эти собаки. Значит, у них были, уже стерилизация была, все было. В муниципалитеты из регионального бюджета ежегодно направляют субвенцию на отлов бездомных животных. Но средств катастрофически не хватает. На отлов, лечение и содержание одного безнадзорного животного выделяется около 7 тысяч рублей. Тогда как стоимость всех необходимых услуг по коммерческим предложениям от ветеринаров составляет более 17 тысяч рублей. Все депутаты находятся в непосредственном контакте с теми специалистами, которые осуществляют эти мероприятия. У нас нет к ним претензий. Еще раз повторю. У нас есть большие претензии к финансированию, которое выделяется на эту деятельность. На сегодняшний день в Ангарском округе зарегистрировано около 250 бездомных собак. Стерилизованные из них меньше половины. Решить эту проблему, считают зоозащитники, можно и не прибегая к ранним мерам. Для этого каждый хозяин должен позаботиться о своих питомцах. Если нет заинтересованности в разведении, то лучше сразу обратиться к ветеринарам. Кристина Пермякова, Роман Буйнов, Местное время. А теперь к другим темам. В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва и пожара на нефтехимическом предприятии Ангарска. ЧП произошло 15 декабря. На технологической установке Г-64. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Кроме того, горели две цистерны с нефтепродуктами. В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили о результатах исследования атмосферного воздуха на территории округа. Как пояснили специалисты, угрозы для населения обнаружено не было. И тем не менее, какие последствия для экологии несут за собой взрыв и горения продуктов нефтехимии узнавала Наталья Хмелева. АНХК – это одно из крупных предприятий в Иркутской области по переработке и выпуску нефтепродуктов. А потому взрыв, который произошел на прошлой неделе и последующий пожар, заставил ангарчан поволноваться. Информация ЧП публиковалась оперативно. Горожан поспешили заверить, что экологической опасности и загрязнения воздуха нет. Исследования проводили Управление Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии. По словам специалистов, основной процесс сгорения, который используется на всех промышленных площадках – это сжигание различных видов топлива. Чаще всего они представляют собой газообразные и жидкие виды. Основными продуктами их сгорания являются углекислый газ и водяной пар. Продукты сгорания, во-первых, как правило, отводятся через дымовые трубы на достаточно большую высоту, для того, чтобы происходил процесс их рассеивания и в приземном слое, так называемом, содержание компонентов, которые образуются при горении, не превышало предельно допустимых концентраций. То есть на промышленных площадках к процессам горения подходят очень ответственно и безопасность этих процессов полностью обеспечивается. Как следует из информации, представленной на сайте АНХК, контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется непосредственно в городе и на территории предприятия. Всего исследуется 60 точек. И пока поводов для паники нет, утверждают на комбинате. Тревожных сигналов не поступало и от Роспотребнадзора. Однако ситуация остается на контроле у всех ведомственных служб. Наталья Хмелева, Роман Буйнов, Местное время. И еще о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе. Минувший понедельник там загорелась установка комплексной подготовки природного газа. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Всю ночь с ним боролись сотрудники МЧС. Всего к ликвидации ЧП привлекли 155 человек и 37 единиц техники. Расследования будут вести по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Под свой контроль техногенную ситуацию взяли и в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. Продолжаем итоги недели. 20 декабря свой профессиональный праздник отмечали работники органов государственной безопасности. Именно в этот день в 1917 году был издан декрет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем предшественницы современных спецслужб. Кто такой советский чекист и как менялись органы госбезопасности за сто с лишним лет расскажут мои коллеги. Сегодня говорить о деятельности органов государственной безопасности не так просто. В силу целого ряда причин. Одна из них сложная внешнеполитическая обстановка. С таким количеством угроз за последние 50 лет наша страна сталкивается впервые. По крайней мере так считает герой нашего сюжета. Александр Уварович Мартынов попал в органы госбезопасности еще в 1976 году. Около 10 лет служил в военной контрразведке, а после в ангарском отделе КГБ. Среди основных задач на тот момент было обеспечение сохранности местных производств. Электролизно-химический это атом. Атом это объект устремления разведслужб иностранных государств. Тут много рассказывать не надо. С точки зрения того, чем интересен для спецслужб нефтехимический комбинат, а ныне нефтехимическая компания, это опять же само производство, виды сырья, какие-то новостные, инновационные вопросы. В том числе какие-то виды топлива, которые поставляются в Министерство обороны. Возможные угрозы в большинстве случаев удавалось купировать еще в зачатке, рассказывает Александр Уварович. Настоящие трудности пришли в конце 80-х и особенно в 90-е. Распад государства, рассвет наркобизнеса и разгул криминальных группировок, каждая из которых стремилась распространить свое влияние на крупных промышленных гигантов. И если мы что-то читаем про Чикаго, если мы читаем что-то про Москву, Ангарск недалеко уходил от этого. То есть тут было в кавычках весело в этом плане. Шел передел собственности, шло противостояние преступных групп, а их в Ангарске было до десятка. И стоило труда силовым структурам это все дело не только отслеживать, но и противостоять. Это было сложно, может быть сложнее, чем сейчас. Я не берусь сейчас оценивать, потому что я уже немножко в другом статусе. В настоящий момент Александр Мартынов возглавляет сообщество ветеранов пограничной службы ФСБ. Среди его задач в том числе и воспитание достойной смены. Как раз этим занимается в Ангарской школе номер 39. В 2016 году по инициативе регионального управления Федеральной службой безопасности здесь открыли профильный класс. Я поступил в класс пограничной службы, потому что я смотрел фильмы о пограничниках, и меня заинтересовала служба на границе. И я бы хотела разобраться в этом, так сказать, изнутри. И поэтому я решил узнать об этом во всем. И мне помогли встречи с ветеранами, с интересными людьми, с сотрудниками госбезопасности. Да, мне очень нравится наша внеурочная деятельность, встречи с ветеранами, мероприятия профильной направленности, строевая подготовка. Подготовка по профилю начинается с 7 класса. Дети изучают основы военного дела. Для них организовывают экскурсии и воинские части, где несут службу российские пограничники. Большой упор делается на внеурочную деятельность. Также в школе существует музей на рубеже истории. Отдельная экспозиция посвящена создателю спецслужб, революционеру Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. В музее проходит заседание совета ветеранов-пограничников, где участвуют наши люди и наши дети в том числе. И там же проходят наши встречи с героем России, если к нам приезжают, допустим, герои и другими важными людьми. И, в общем, таким вот совершенно лаконичным образом музей вошел в учебно-воспитательную деятельность школы номер 39. Является очень эффективным средством развития гражданских инициатив у детей. Управление ФСБ и ветеранское сообщество оказывают учреждению активную поддержку, в частности, в профориентации учеников. По словам руководства школы, некоторые из первых выпускников профильного класса уже пополнили ряды российских спецслужб. Александр Бычков, Роман Буйнов. Местное время. 1917 год стал основанием для зарождения многих организаций. На день раньше профессионального праздника ФСБ в России отметили 105 лет органам ЗАГС. Именно здесь регистрируют все наиболее значимые вехи в судьбе человека. Брак, развод, рождение и смерть. В Ангарске бюро записи актов гражданского состояния открыто в мае 1949-го, за два года до образования города. Подробности в следующем сюжете. Миндельсон. Свадебный марш. Мелодия, знакомая каждому, кто хотя бы раз бывал во дворце бракосочетания. Именно в ее сопровождении здесь зарождается семья. Марина Жаднова работает в Ангарском ЗАГСе 20 лет. Рассказывает, что за это время не помнит и дня, чтобы в городе не стало хотя бы на одну семью больше. Каждый день происходит что-то интересное, что-то новое. Никогда не бывает скучно. Каждый день не похож на предыдущие. Чтобы кто-то не женился, не развелся, ребеночка не зарегистрировал, таких дней у нас не бывает. Накануне по всей стране отметили 105 лет со дня создания органов ЗАГС. В Ангарске, тогда еще в рабочем поселке, отдел открыли в 1949 году. Сегодня под руководством Елены Гордовой здесь трудятся уникальные люди. Они могут найти подход ко всем и в самой сложной ситуации всегда подберут нужные слова. Обязательную регистрацию браков, рождения и смертей ввел еще Петр I. В тот период такую функцию выполняла церковь. А после Октябрьской революции эти обязанности взяло на себя государство. Именно так и появился ЗАГС. Поздравить работников учреждения с профессиональным праздником приехали представители мэрии. От души вас с этим юбилеем. Спасибо вам за вашу работу. Мое глубокое уважение, пожелания здоровья, благополучия, профессиональных успехов. Мы будем по-прежнему вами гордиться. За 2022 год в ангарском отделе ЗАГС сделано более 8,5 тысяч записей актов гражданского состояния. Из них 2000 о рождении и полторы о заключении брака. А приятной новостью стало то, что уже в следующем году должно начаться строительство нового дворца бракосочетания. На сегодняшний день проект готов и прошел все экспертизы. Новый ЗАГС возведут на улице Троицкой неподалеку от храма. Андрей Иванов, Кристина Пермякова, Олег Левченко. Местное время. В Ангарске открылся центр развития хоккея. Примечательно, что спортивный объект обустроили в подвальном помещении жилого дома. Кататься там можно будет и в теплое время года. Автором идеи стал местный житель Николай Курилов, который является большим поклонником этого вида спорта. Сейчас на подземном корте уже идут первые тренировки. Как готовить юных хоккеистов в стесненных условиях узнавала Наталья Хмелева. Громкая музыка, шумные подростки и большое количество спиртного. Примерно так старожилы описывают недавнее прошлое этого места. Здесь располагался компьютерный клуб. Сегодня от этой деятельности не осталось и следа. Подвальное помещение приобрело вторую жизнь в виде спортивного учреждения, а именно Центра по развитию хоккея. Сейчас мы видим наше подрастающее поколение, которым все это есть, где можно базироваться, работать над своим мастерством. Могут приходить все желающие. Тренировки будут проводить у нас специалисты, те же ранее игравшие и действующие игроки. Ну и также я в этом тренерском составе буду. В подвальном помещении площадью почти 250 квадратных метров разместились несколько площадок с имитацией льда. Есть место для работы над общей физической подготовкой и многое другое. Организаторы рассчитывают, что в будущем теплый корт станет точкой притяжения для ребят, которые мечтают попробовать себя в хоккее. Я не перестаю удивляться одержимости родителей, которые на свои деньги, за свой собственный счет, для развития своих детей создали вот такое чудесное заведение, учреждение, где дети могут дополнительно к хоккейным занятиям получать определенные навыки. По словам организаторов, Ангарск – город с богатой спортивной традицией. И хоккей здесь пользуется особым почетом. Помимо наличия профессиональной команды клуба «Ермак», в округе работает около 10 хоккейных кортов. Но это только в зимний сезон. Место, где дворовые команды смогут тренироваться летом, скорее всего, будет крайне востребована и даст начинающим спортсменам толчок к будущим достижениям. Наталья Хмелева, Роман Буйнов, Местное время. В минувший понедельник, 19 декабря, православные отмечали День Николая Чудотворца, или, как его называют в народе, Николай Зимний. Он один из самых почитаемых христианских святых и считается покровителем путешественников и моряков. Поэтому обычно его просят об успешном плавании и защите кораблей от штормов и бурь. Также Николаю Чудотворцу молятся о чудесном разрешении трудного дела или восстановлении справедливости тем, кого осудили по ложному навету. А также хранит от бед и несчастья детей, особенно сирот. По случаю праздника в храмах региона совершили торжественные богослужения. И пусть каждого хранят его святые. Это были итоги недели. Смотрите нас на сайте actistv.ru и подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи.